да только вступительные буквально одно слово два слова мы начинаем новую большую статью раушеки которая посвящена следующему календарному событиями на вина называется сарабы 10 это день кроме того что можете просоровать посмотреть просто как бы в интернете что такое кроме о том что это начало осады иерусалима и вещами связанным как бы с падением иерусалима вот этот день 10 ты в это он главным равенатом объявлен днем и памяти тех погибших вместо захоронения которых неизвестно и это относится как салатом царле которые погибли вместо захоронить неизвестно точно также те кто 6 миллионов евреев погибших в время европейской катастрофы вот поэтому и сама статья называется это называется день общего кодиши довольно сильное впечатление синагоги производит вообще время раньше вообще конечно как бы некоторые формулы считается между различными частями молитвы которые самые недавние утраты было а потом было принято что читают хором сейчас так считают хором но иногда бывает что вообще нет скорбящих синагоги иногда читают один иногда два иногда три но не больше а тут вся синагога читает ходишь это 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 какой-то совершенно но на мой взгляд очень сильное переживание когда все читают ну в общем это просто из нашего быта да андрей тоже присоединился получит но тебе трудно я чувствую говорить ну ладно давайте тогда нет-нет-нет-нет нормально просто я честно могу ну не важно начинай если можно а я плохо выглядишь кстати не очень да называйте это кодиш но еще раз я повторю спасибо за это отдельное спасибо ну я думаю выздоравливай скорее помолимся смысл кодиша признание провозглашение непостижимости всевышнего и признание его смысла существования скажем смысл который мне неизвестен но тем не менее оно есть это как бы пронизует всю всю молитву кодиша фактически начинается молитва когда собирается и кодиша он кончается и между разными частями есть кодиши есть разные кодиши но в основном как бы смысл приблизительно у всех одинаковые ну и вот мы упоминали про кодиш кодиш главный рабинат израильский установил что в день десятого тевета он будет считаться днем общего кодиша а вормише бенэмиш пахто нисфу эшуа ваену юдэ этьём тирата и во все этот день как бы является воспоминанием или чтением кодиша по поводу тех членов семьи которые погибли в катастрофе и осталось неизвестно где у них смерть обычно кодиш считают первый год после смерти человека когда человеку важно переварить это и провозгласить несмотря ни на что несмотря на свое горе свою уверенность в том что во всем что есть в мире есть смысл ну и там считается то что называется йорда день смерти но поскольку мы не знаем день смерти многих людей в результате катастрофы например так мы читаем по ним кодиш вот в этот день десятого тевета это скобки закрывается афальпи шекамо урэрым аля теаре хаса несмотря на то что были возражения против того чтобы установить эту тату афши хаю ши хи циу заманимы хырым и были другие предложения по поводу других и мне представляется что выбор рыбанута был верным именно потому что десятое это это начало кореньки то есть и есть в нем некоторая особая тяжесть по сравнению с другими датами которые отмечают этапы в происшествиях разрушения разрушения процесс разрушения и в любом в любом наказании в любом в любом совершившемся я думаю как произошедшим а пуранут нет в самом тяжелом несчастье пуранут то что с нами происходит да как бы оно ни было ужасно всегда есть небольшое утешение Факт того, что мы ощущаем, что несчастья мои в этот момент дошли до максимума. И тут уже как бы не остается никаких сомнений. А таратовский код – это такое выражение, которое означает устранение сомнения. И в традиции считается, что это очень важная и радостная вещь. В принципе, конечно, не в случае поражения. Но вообще, в принципе, когда человек находится в сомнении, в состоянии сомнения, это нежелательное состояние. Он не знает фактов, он не знает, как правильно себя вести и так далее. А когда сомнения его разрешаются, даже в негативную сторону, это как бы считается, что в этом есть некоторое утешение. Закрываем скобки. Но не так оно в начале поражения. Потому что страх перед неизвестным создает ощущение ужаса, который невозможно утолить. Не знаю, как сказать. Ну да. С которым невозможно справиться, возможно. Так надо просто сказать. Потому что в этот момент все возможно. Есть большое подобие между этой бездной, которая раскрывается перед поражением, неизвестным поражением. И между той бездной, которая открывается в понимании, которое приходит к нам вследствие катастрофы. И это осознание того, что в нашем коллективном сознании возникло не срастаемое развитие. Правда, да. Я думаю, он имеет в виду, что трудно осознать смысл катастрофы. Поэтому ужасен этот день, когда начинается поражение. И этот день, который комментирует через пророка, дает нам мораль, скажем, нет. Я думаю, она вера мусер. А мусер. Это орифит церали дурот, который передает, оставляет этому, этой дате, и даже не поколение. От него требуется личное переживание, участие в этом. Нет проблем. Чтобы переживать в своей личной судьбе, это несчастье народа. И не просто удовлетвориться знанием, что это когда-то, внешним знанием, что это когда-то произошло. Это было слово Всевышнего мне в девятый год, в десятый месяц 10 числа. Говорят, в этот день. Самах Мелех Бавель из Иерусалим. Когда садил царь Вавилона Иерусалим, Я говорил с народом утром, а вечером умерла моя жена. Это цитата из пророка Хискеэля. Он находится в Вавилоне, поскольку он среди знаменитых, параллельно оскорбит о том, или видит то, что происходит в Иерусалиме, оскорбит об этом. И его скорбь подчеркивается тем, что происходит в его личной жизни. Потому что в этот же день умирает его жена. Вообще-то это система. То, что переживает Хискеэль в своей личной жизни. И эти знаки, которые он показывает, они действительно очень трагические. Трагический период вообще. Во-эхэн, кишель, что ло нитан для Хискеэль ледабэр ал хорбан Иерусалим в лид, ше иштатев бе царь ома, а ладэй царо. Не то, что я сказала, но более простым языком. И поэтому, так же как невозможно Хискеэлю говорить о разрушении Иерусалима, без того, чтобы он был причастен к горе народа через свое личное горе, и так же невозможно говорить о катастрофе, без того, чтобы чувствовать эту рану, глубокую рану, которую она создала в нашей душе, в душе каждого из нас. Окей. Ну, это как бы вступление, я не знаю, то есть какие-то соображения можете сказать, а если нет, то можно как бы дальше прочитать. Иерусалим на самом деле, как бы, понятно, он хочет подчеркнуть Рафтут. Особую тяжесть этого дня в том, что мы находились на пороге, доходились тогда на пороге нереализовавшегося поражения. И приводит пример, как бы вполне понятно, что действительно человек не знает еще, чем это кончится. Окей. Хорошо, я... Да, да, пожалуйста. Все правильно совершенно. Это некоторая такая... Действительно очень страшная точка, по-моему. Я даже когда-то об этом рассказ не писала. Не важно. Окей. Ну, хорошо. Если можно, я чуть-чуть посчитаю, да? А потом как бы Андрей, да? Андрей, ты с нами, правильно? Если тебе не трудно, тогда, конечно. Я ждал, как бы, целую неделю ждал вообще у грехов, то-сё. Нет, все нормально, все нормально. Продолжаем дальше, значит. Следующий параграф такой. Йов шейла тасэйв лан хама. Йов – вопрос страдания и утешения. Читаем. И вот такое как бы всматривание, подход, приводит нас прямиком к вопросу, существует вообще шут, не знаю, возможность обсуждать право, возможность обсуждать вопросы катастрофы рациональным порядком. Таким вот рациональным, холодным, отвлеченным способом, отвлеченным, я сказал всегда, «Квиша данимбы холь шейла и юнит». Подумают о том, как разбирают любой вопрос, подлежащий рассмотрению. «Илхатито философит». Биллахического или философского содержания. «Им бихлан нитанльдабэр аль хавая». «Можно ли вообще говорить о переживании?» «Можно ли вообще говорить о такого рода событии, скажем, в нашем случае речь идет о таком чудовищном страдании в терминах абстрактных общих пониманий и законов?» И представляете, что именно этот вопрос стоит, находится в основе книги, который весь посвящен разбору вопросу страдания, а именно книге Иова. «Метварла фанэну иш цадиклы ло кольбгам». Перед нами представляется человек праведный, без всякого ущерба, изъяна. Как сказано, дальше цитата. Это из Йова первая глава, первый посол. Так начинается книга Йов. Искренне непорочный человек, прямой, боящийся Бога и устраняющийся от зла. С которым случаются ужасные беды, без всякого видимого причины или оправдания этим бедам. И если даже мы скажем, что вообще не может такого быть, что Йов вообще никогда не совершал какого-то проступка, грешил. В соответствии с тем, как сказано, «Эйн адам ашер ло ихте», как сказано, «не человека, который его не грешил». Галуилы коль ши эйн коль яхас бэйн годы льисураф лэвэйн коль хэт шаяны сугай лахтогу. То представьте, всем как бы очевидно и ясно, что нет никакой связи, пропорции между величием, размером бедствия подстигших его и того греха, который он мог бы способен вообще совершить. Сивло шильёв нугэй бэмюхат лэй няныну. И страдания Йова в особенности как бы имеют отношение к рассматриванию нами вопросу. Потому что уже мудрецы как бы заметили. Хазаль, мудрецы подметили, заметили, обнаружили, что есть определенная параллель между тем, что случилось с Йовом и тем, что случилось с Израилем, имея в виду Израилем как народу. Йов муков бэйдидим. Йов окружен друзьями. А рэйм, слово рэй, рэй с айном – это близкий человек. Супруга, одно из синонимов жены как супруги – это рэя. И вообще рэ – это близкий человек. Близкий человек. Я не знаю точно, какая рэйница между другом и разница между другом. И у меня такое ощущение, что это типа даже не просто близкий друг, а типа задушевный, закадычный друг. Что-то типа это. Шибаим нахмо нахмо, который приходит его утешать. Книга Йов, глава, вторая глава, одиннадцатый, тринадцатый, посылки. Что значит утешать? Утешать, то есть как бы дать какое-то объяснение, смысл его страдания. Каждый из них представляет как бы свою теорию. Шита, ши, няналы, азбир, это царлутавши, шильёв. Некоторый подход, модель, идея которой объяснить бедствие Йова. В действительности разделились мнения комментаторов Торы на протяжении поколений, которые пытаются установить, какова природа каждого из этих объяснений. Но все согласны с тем, что слова или то, что говорят, речи вот этих Рыим, закадычных друзей, они представляют собой слова мудрости. И каждый из них представляет, в смысле, каждый из них представляет собой идею, подход, модель, принятую в Махшавак-Лолит. Ну, как бы, не знаю, если не в общей философии, то, во всяком случае, в общих объяснениях, наверное, ну, вот как-то вот так. Махшавак-Лолит, Махшава – это мысль рассуждения. Представляет некоторые общие подходы, которые могут быть, наверное, такая идея. Йов до хэбэ токэф, эд кола-то, ано тре аф. У меня нахама плывет, но, я не знаю, может, вам впечатлилось послышать, я частично понял. Ну, хорошо. Махшава – это философия. Да, я тоже думаю, ну, да. Йов до хэбэ токэф, эд кола-то, ано тре аф. Йов отклоняет, отвергает, решительно отвергает все, как бы, утверждения, аргументы его друзей. И при этом не по причинам рациональным, а по причинам экзациональным. Он, как по-простому, сводится к тому, что я страдаю, и никакое разумное, мозговое, интеллектуальное, мозговое, интеллектуальное я от себя. Ну, с ихлей – это с ихлей вообще, да. Никакое разумное объяснение, да, головное. Ино махшиль – это хава-яс, но он не может объять, как бы, мое переживание, мое состояние. Если у кого-то есть под рукой, посмотрите, я не открою, к сожалению, как точно это переводится. Потому что текст непростой, все равно это более-менее подстрочник будет. В общем, как бы, идея такая, что он говорит, что невозможно на весах смерить шаколь и шакель, мои деяния и то, что со мной происходит. Но вот это вот тут сложное слово, на самом деле, сейчас Рафшерки будет на нем останутся, вот это вот хавати. Это, я думаю, от слова лохвод, то есть, как бы, опять же, переживание из-за эксцента. Но хавати – это такой непонятный слой, типа мое переживание. Я могу перевести, слышишь, я могу перевести перевод. Но действительно, книга Йова, в ней очень много сложных слов, она на каком-то не совсем иврите написана. И отвечал, Йовы сказал, если бы было взвешено страдание мое бедство и мое навесы, положенное вместе с ним, тогда было бы оно тяжелее всего песка морского, так? Да, 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 правильно. Мое навесы рвутся из горла, да. А что, как вот это вот лао, это что такое лао? Ло, лоа, из горла, лоа. А, лоа, Диврей, лоа, а, окей, да. Лао. Окей, ну, в общем, как бы… Но форма такая у него, лао. Лао, да, да, я понимаю, да. Ну, в общем, простой смысл, простой смысл такой, что он говорит, что его страдания, они огромные, неизмеримые, их невозможно рационально свежесть, они больше чего-то… Когда говорят хухоль, ямыть, всегда речь идет о том, чего невозможно пересчитать, да. И дальше Раф Шерки поясняет. Абитуй хавати, вот это вот выражение хавати, то есть как бы мое переживание, а дальше объясняет келомар шевре, келомар шевре, то есть как будто осколки моего переживания, вот мое разбившееся существование, то есть я… Мекоробэ шорэш хава. Хава – его корень… Это то, что по-русски называется, по-русски это называется вообще как? Бытие, состояние, но вот что-то вот так, это опять же, по-русски это тяжело, мы говорили, по-английски это экзистенция, по-русски ну как бы нет прямого, насколько я понимаю, что это нормально, да, ну как бы бытие, переживание, состояние вот так вот. А сэвэль го рэм лэ хакши эйн бэ ехолтоши лэ адам лэ абитмы эвер лэ гавэ ши боуу натун. И он объясняет, что вот это вот… То, что вот это вот слово авки, то есть как бы мое переживание, оно происходит от корня эй-ва-вэй. А эй-ва-вэй – это накоренное слово со словом гавэ. Овэй – это настоящее, да, есть авар прошедшее, Овэй – это настоящее, и есть еще будущее. Так вот он говорит, из этого, в общем, такой, ну, не знаю, красивый, интересный вывод. А сэвэль го рэм лэ хакши страдания, они являются причиной того, что нету… Нет возможности у человека взглянуть свыше, сверх того настоящего состояния, в котором он находится. То есть он сам, я от себя добавляю, он настолько поглощен бедой своего, переживанием своей беды, что он не может подняться на этим и как бы выйти из вот этого овэ. Почему? Потому что каждое объяснение предполагает взглядывание, любое взглядывание, какое бы то ни было взглядывание, либо из прошлого, либо из будущего. То есть не в настоящем. Для того, чтобы оценить настоящее, я говорил, что это настоящее, надо либо отодвинуться назад, либо постараться посмотреть, что произойдет в будущем. А в самом настоящем невозможность своего настоящего, чтобы, видимо, иметь перспективу. И в этом заключается объяснение того, что объяснение рациональное, рациональное я добавил, они не проникают в сердце того, того, кто ощущает, переживает или находится как бы в состоянии беды. Более того, говорит Равширке, в такой позиции вот этих близких друзей, в них есть что-то, что вызывает внутреннее отталкивание, как бы отторжение. Они, те, которые сами не находятся в этой беде, или не переживают такую беду, они объясняют спокойно и разумно Йову, который страдает, в отличие от них, я добавил, Шахэн Магиеву Разбопчин. Действительно, ему как бы положено, ему полагается страдать. Ки он, конечно, согрешил. О, ше, сибло, ле, това, тоу. Или его страдания ему же на пользу. Бо, ла, мазэ, лу, бо, ла, маба. В этом и в любом будущем мире. У, ше, ми, да, това, и лы, кабель, это и суримбе, ава. И является правильным как бы поведением, правильной формой поведения, да, правильной чертой принимать с любовью вот эти страдания. И наподобие тому, как это объясняют, я думаю, что эта идея такая тем, как многие религиозные как бы объясняют. То есть зачастую мы религиозные люди именно так объясняют, именно используют такой подход к объяснению ужасных событий или страданий, которые переживает человек. То есть они говорят, что это как бы он виноват в этом, он что-то такое, в любом случае он является причиной. Усты всяких религиозных людей, они полны таких объяснений. Да, 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 да. Ахлы, марбэ, апрэ. Это религиозные на самом деле. Вообще. Ну, я потом... Он сейчас объяснит, почему религиозные, объяснит, почему именно религиозные. Да, да, да. Я хотела... Оставлю ему объяснение, просто так получилось, что сегодня я была свидетелем в интернете такого, что один человек, который действительно, он уже довольно много лет в тяжелом состоянии, ну, из развода с женой и так далее, и он написал, как ему тяжело, потому что детей в доме нет, делать ему нечего, как бы от работы вернулся, одиноко, плохо, не кончаясь с собой, просто потому, что религия запрещает. Ты не представляешь. Огромная ветка, и все ему дают советы, что ему надо делать. Как это так? Как ты себе это позволяешь? У тебя же дети, у тебя есть смысл в жизни. Что это такое? Ты говоришь, что смысла в жизни нет. Полно рациональных объяснений. Не обязательно с точки зрения религии. Вот люди обожают давать советы, да? Они все... А ты поди в этот... Среднительный склуб, ты пообедай, садь, тебе сразу прошу. В общем, так или иначе, или таблет, неважно, миллион советов, и упреков, типа он как бы сам виноват, то что ему плохо. Да, вот в общем, это настолько меня как бы задело. Вот это прям касается именно того, как эти друзья говорят. Они собираются друзья, начинают тишать. Рациональными соображениями. Рациональные соображения не работают, но это очень-очень частая вещь. Сейчас посмотрим, что вообще это говорит. Да. Почему подчеркты религиозные, мы увидим, я не хочу делать спойлер, но у меня тоже было такое ощущение, как он говорит напрямую, мы сейчас увидим. Религиозные люди, у них просто готовые формировки есть. Не делай спойлер, давай дочитаем, будет. Не, 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 я говорю, а у них религиозные, они другие формировки придумывают, точно так. Ну, то есть это без спойлер. Окей. Афл-барбэ апэлэ кутэ фарамбам, шедаат элифаз и даат торатэйну. Но, к большому удивлению, пишет рамбам, что мнение элифаза, элифаз тайманитом, один из этих трех захадычных приятелей, и он еменец, которого зовут элифаз. И даат торатэйну, это мнение нашей Торы. Шэйн, мита, было хэт, было иссурин, было овон. А именно, не происходит смерти без, я добавляю, сопутствующего ему греха и без, и страданий, без овон, ну, как бы преступления. Виилу, бисофа сэфирьёв, но мар, не мар, а с другой стороны, в конце книги Йова сказано, можете посмотреть, сорок, какой там, вторая, вторая глава, седьмой стих, воем, арашем, элифаз, атымани, хара, апи биха, у бишнейр эхо, кило, дебартэм, элай, нахуна, киавди, и ов, несмотря на то, что, да, в конце книги Йова, как бы, всевышний, сакмуна сказать, вставляет этим друзьям, и этому, элифазу и говорит, и сказал, всевышний элифазу, ты мани, вот этому, еменцу, хара, апи биха, возгорелся гнев мой на тебя, у бишнейр эхо, и на двух твоих приятелей, кило, дебартэм, потому что вы не говорили, ну, как бы, обращаясь ко мне, или, там, взывая ко мне, правильно, в отличие, или наподобие того, как говорил со мной Йов, то есть, как бы, про Йова говорит да, а про этих говорит нет, окей, киилу каимод штэй дэо, и зато получается, что, как бы, есть два мнения, даат торатэйну, ну, как бы, типа, в кавычках пишут, то есть, мнение нашей торы, то есть, одно из них есть даат торатэйну, а в другом из них есть даатош, или акадуш бару, есть мнение Всевышнего, благословенно, имей его, про это сказали хахамим, мудрецы, это очень известная фраза, которая стала просто слоганом, да, и отсюда следует, что человек, его, значит, невозможно, как бы, судить, обвинять, или там вообще призывать, разговаривать с ним во время его беды, то есть, когда человек находится во время беды, лучше его не трогать, потому что он не способен рационально отмечать, и все, не надо его доставать, грубо говоря, я бы так сказал, не достают человека во время его бедствия, то есть, имея вообще, имея какое-то понятие, вообще не приставать человеку, когда он, будет со мной, окей, аль, дэрах, аль, дэрах, ма, шэ, амру, аль, дэрах, ма, шэ, амру, да, да, это как бы то, что сказано в подраздате Баобатра, эн, марцин лаадам, беша, така, слону, тем не читает перед человеком всякие лекции проповеди, когда он разгневан, ах, э, э, сейчас, э, э, беша, э, 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 или еще в то время, когда, э, 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 вот так грубо говоря, понятно, мы как бы обсуждаем такие все очень сложные вещи, болезненные, поэтому перевод тоже, в общем, еще тот, э, 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 это понятие такое вообще часто встречается, правильно, шэ, мутэ, 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 когда перед ним лежит умерший родственник, ну, то есть, как бы, такие моменты в жизни у каждого бывают, это нестандартные вещи, это не место, чтобы говорить, на тебя пришли бедствия, я тоже об этом слышала, да? Да, да, да. Приходит на Шива и говорит, ты должна, там, ребенок у него погиб, а ты должна разобраться в своих делах. Да, это написано в Талмуде, что если человек приходит в бедствии, то ты должен разобраться в своих делах. Ну, кто тебя здесь в судье поставил, кто тебя вообще вложил в момент, когда у человека трагедия. Это просто немыслимо, до чего же люди нечуткие бывают. Окей, хорошо, ну, мы не такие. Идем дальше. тут, мы все иногда бываем немножко такие, ну, может, и в таком привомке. Так что, надо иметь в виду, конечно. Да, ну, вот интересно, Раф Ширки, тем не менее, подчеркивает, бароши, бароши, энла, энн, элла, элла, анхая, зук, и немуз, бельват. Ну, понятно, что это невозможно понять вот такое, как бы, такое указание, да, такое указание исключительно, как вежливость. И вот такое нахождение вот этого пасука, я думаю, что пасук это идет, это пасук какой-то, когда нам Всевышний обращается к этому, или фазу, то, что мы сейчас подчеркиваем. Понятно, что... Это свидетельствует не о вежливости. Да, шибуцо, для тех, кому интересно, это мажбетство, это клетка. Вот, и от этого же слова кроссворд, и от этого же это шибуцо, это то, где оно появляется, куда оно вкраплено вот в этом пазле. Шибуцо, что ли я пасук, байма Аллах, и вот такое нахождение этого пасука в книге, это показывает, что это как бы очень такой существенный, важный вывод, вылорок геара, геара клапы хосердерыхэрэц, а не только как бы окрик такой, ну, можно сказать, окрик, да, отергивание в отношении того, который ведет себя как бы неприлично нехорошо. Укор, да, укор, да, укор, гаарбо. Окей, хосерэвшарут лерцот, лерцот, это адам бешат царо, лерцот, это адам бешат царо, но вэм никакшем шеамацав зэ шеанефишат тум лэсберим. И вот объяснение. Отсутствие возможности указывать, проповедовать, тут, ну, слово лерцот, это читать лекцию, ну, читать назидание, лекцию человеку, момент его страдания происходит из-за того, что ситуация, в которой находится его душа, да, она полностью закрыта для атум, закрыта для объяснений. На иврите есть специальный глагол для того, что по-русски, по-русски вражаются два слова, герметически закрыто. Вот атум – это герметически закрыто. Если у человека там протекает крыша и все, ему делают итум. Итум – это герметическое закрытие. Как бы в одно слово так называется. Поэтому у него нефиш атума. Ну, а там нет подходов. Окей. И это проистекает из того, что вот эти объяснения, они вообще даются для чего? Для того, чтобы предоставить, получить какие-то ответы, вопросом того, кто наблюдает со стороны. То есть тот, кто дает объяснение – это я от себя добавляю. Человек, который находится со стороны. Поэтому он дает ответ на вопрос, который он ставит. Человек со стороны. Ахлолам и цукатоши ласовэль. А не ответ на страдание человека. Потому что сам-то он не находится в этом состоянии. Поэтому дает ответ на вопрос свой, а он сам не находится там. Поэтому это неадекватно. Акадыш барау гила этар цуно лефи зэ бешней цунород. И Всевышний, бог с вами, имя его, он проявил или обнаружил, показал, проявил нам свою волю, свое желание. Исходя из этого, бешней цунород. Ну, как бы двумя подходами, двумя направлениями. Айхат, первый. Хахмат ахахамим даат торатейну. Вейхат акратош шелямит ясэ. Вот эти два направления. Одна – это мудрость мудрецов, которая называется даат торатейну. А именно подход нашей торы. Ну да, подход нашей торы, или знание нашей торы по этому вопросу. Вейхат акратош шелямит ясэ. А второе – это, наверное, признание… Посмотрим сейчас дальше. Акратош и мит ясэ – это дословно признание страдающего. То есть я думаю, что это признание факта наличия вот такого состояния, в котором человек находится, в состоянии атум. Я думаю, так. Думаешь? Я думаю, что да. А что? Акратош и мит ясэ. Икаратома. Акрато – это познание его. Не важно. Не-не-не. Я не думаю, что полагается. Акара – это… Осознание, наверное. Осознание, да. Осознание психического состояния. Я думаю, что… Осознание. Но какое это осознание? Это не обязательно логическое. Не обязательно. Да-да-да. Акрато признание. Осознание – чекерсть переживания. Признание особого статуса страдающего. Это мы расширили то, что у Раушерки написано просто. Акратош и мит ясэ. Давайте представим, что происходило бы, если Йов таки да, принял объяснение своих друзей. Ла-машаль. Например. Например, он принял бы мнение вот этого Йов таки мани, Йеменца. И он бы как бы смирился со своей судьбой, горестной добавляют от себя, митох тхуша, исходя из ощущения, переживания, исходя из чувства, шинитгальта, ло-машмаут, потому что ему открылся истинное значение его страданий. То есть, как бы, Лефас ему объяснил, в чем истинное значение его страданий. Поэтому тогда он как бы успокаивается. Это я от себя добавил, успокаивается. Итахэн имкэн… А, нет, подождите. Давха дхиато эт издерей рааф пентайт эт тадерахлы диалог ишибы новы вэйн ашэн. И именно в силу отталкивания им объяснений его друзей, она освободила и расчистила дорогу для диалога, персонального диалога между ним и Всевышним. Итахэн имкэн ши ассеруфлы кабеля асберим беша царану вэймиках. Но, может быть, также вместе с этим, что его отказ Йова принять объяснение в момент его страдания. Но вэймиках ши ассэр билу укрият элоим ламифгаж бельтим цаи шэль ашэм им мит'ясэр. А вот тут вот дальше жирным подчеркивается то, что сейчас я буду переводить. Происходит из... Может быть, страдания? А, или ты хочешь... Да, происходит из чего? Дальше подчеркнуто, подчеркнуто вот что. Что страдания являются вызовом божественным к встрече, ну, бельтим цаи, без перегородок между... Непосредственным. Непосредственным, да. Непосредственным, да. Непосредственным, да. Между Богом и тем, кто страдает. Вот это подчеркнуто жирным, да. Может быть, не вызовом, а зовом скорее. Ну, да. Страданием творится зовет. Ну, да, не вызов, в смысле не как вызов, как в смысле вызов на дуэ. А зовом, да, конечно, да. Крия в смысле... Ну, приглашение здесь трудно сказать перевести. Ну, ты правильно сказал, да. И из того, что было сказано, вытекает. И из сказанного выше, то есть того, что было до этого, проистекает, что объяснение, я от себя добавляю причин катастрофы, они могут быть приемлемы только для уха того, для которого травма катастрофы не проникла в глубину его сознания. Для того, для которого катастрофа до сих пор переворачивает все его сознание, сотрясает все его как бы сознание, да. Для него не придуманы ни сотни сотворенные объяснения. И ему, я от себя добавляю, более того, запрещено неправильно их слушать. А посторонним запрещено, значит, озвучивать ему. Ну, вот так. Окей. Я не знаю, если у кого-то есть, можем сделать небольшую паузу, и что-то такое сказать. Если нет, если нет, мое личное, как бы, я не знаю, рекомендация. Это очень сложно. Вещи настолько сложные, как бы, и для понимания, и для обсуждения. И, как бы, наверняка у каждого из нас накопилось столько много, что можно сказать. Вот мне кажется, что правильнее просто мое ощущение. Постараться как можно больше прочитать Раба, для того, чтобы, как бы, постараться понять, какой... Ну, мне кажется, то, что он здесь сказал, это очень важный третий слой или не третий слой, очень важный подход. Да. То есть, если у тебя это заход-травма, ты это не читай, потому что это будет для тебя как слова у тебя Друзьева, как, ну, неважно, лицемерие какое-то. Хочу только сказать, что, ну, я не знаю, если это надо как бы объяснять, но тем не менее, мне кажется, что надо, что, может быть, все-таки для людей, которые не живут в Израиле, скажем, мне очень понятно, что тема катастрофы, она, несмотря на прошедшие 70 лет, она оставляет, она, я не думаю, не погрешу против истины, скажу, что она оставляется одной из центральных тем израильского бытия. То есть, про нее не говорят каждый день, но это центральный узел. То есть, когда вы про что-то такое, что-то серьезное, вот, то как бы всплывает катастрофа. И день катастрофы – это не просто день, там, памяти или что-то такое. Это что-то реальное. И, кроме того, это, конечно, связано с тем, что, несмотря на то, что реально по жизни даже, наверное, второго поколения нету, а речь идет только про третье поколение после катастрофы. Вот и уцелевшие, которые сейчас, как бы, там выступают, и все это, на самом деле, они будут только детьми, потому что все остальные просто скончались, те, кто уцелены. Но, тем не менее, тем не менее, практически в каждой израильской семье сталкиваешься с, даже не отголосками, а с вот этой взрывом катастрофы. Буквально в каждой семье, с которой ты общаешься, с литераном, ну, понятно, что в основном, где люди порошки на землю, да, мы с родственниками ездили вот только что в Грецию, как только начинается разговор, начинается опять это возвращать в ту же точку, что бабушка перед этим спасла кого-то, кто-то был погиб, он сладится. Это все время, то есть эта тема является узлом, узлом еврейско-израильской жизни до сегодняшнего дня 100%. Поэтому РАФ вот так, как бы, деликатно объясняет и динитит. Ну, просто для, как бы, для израильского слуха это, в общем, более понятно, может быть, чем для слуха людей, которые, ну, как бы, не связаны напрямую с ассоциальской дистанцией. Окей? Ну, хорошо. Андрей, ты хочешь прочитать дальше? Есть желание? Да, попробуем. Да. АДРАХАТ ХАРАВ ЦВИЙ ГУДАКУК Указание, наверное, РАВ ЦВИЙ ГУДАКУКа. АРАВ ЦВИЙ ГУДАКУК ХАЯНУ ГЕГЛИ АШМИАШТЕЙ АМИРОТБЯЯХАСЛИШУА. РАВ ЦВИЙ ГУДАКУК обычно говорил два высказывания в отношении катастрофы. АХАТ ШЕЗОХИДАШИ ЭЙНДАТ ЭНОШЬ ИХУЛАЛИ ХАКИФА. Первое, что это загадка, которую человеческое сознание не способно вместить. И второе, что несмотря на то, что невозможно понять, вместе с этим ЕШМАЛИ ХАВИН. И, по-видимому, отличия между этими двумя высказываниями соответствуют двум типам слушающих, тем, кому это обращено. То есть одно отдается переживающему страдания, а другое – наблюдающему со стороны. И, исходя из этого, нужно знать, что даже то, что проникает в наше понимание, из опыта МИТОХАНИСАЙОН, из вот этого пережитого опыта ЛЯГАВИНА ТЕЙМАТАШУА. То есть вот из этого ужаса, катастрофы, что-то проникает в наше понимание, и вот это мы должны понять. В общем, то, что мы способны понять, это только какая-то мельчайшая частица. Из каких-то тайн, да? Да, да, да. Ну, знающих, имеющих знания. Да. Ну, то есть всяких тайн. Есть тайны, которые открыты некоторым, но мы не в состоянии понять только немножко. И поэтому мы должны подходить осторожно и со скромностью к этой теме. Да. Со смирением, скорее. Да, с смирением, правильно. Со смирением и осторожностью. АФАЛЬ ПИХЭН МАГА ЗЕГЕРУТ ШЕЛОЛИ ЗАГЕРЬЮТЕР МИДАЙ. И несмотря на это, именно ЗЕРУТ ШЕЛОЛИ ЗАГЕРЬЮТЕР МИДАЙ. Что не нужно слишком уж быть осторожным. Ну, да. Но он как бы говорит А, а потом противоположное. Но как бы какую-то линию проводит. Да, да, да. Потому что если вообще говорить, слушай, это понять вообще. Вообще не о чем разговаривать, а не о чем вообще обсуждать какие-то статьи. Понимаешь? Все говорить просто. Нечего говорить, потому что понять это не важно. Поэтому какая-то линия такая посередине. Одно из духовных искушений, когда говорят о катастрофе, это предположить, что здесь может быть только загадка. Ничего кроме загадки. ШЕГИ КАН ЛИКУЙ МАОРОТ. Затемнение. Затемнение. Ну, как бы затемнение смысла вообще. Затемнение всего… Сокрытие света. Сокрытие света. ЛИКУЙ ЛИВАНА, например, если уж мы так посвящаем много времени изучению иврита, если ЛИКУЙ ЛИВАНА, это называется… В современном иврите тоже есть такое выражение, называется ЛИКУЙ УРОТ. ЛИКУЙ УРОТ – это когда какие-то власти, они, в общем, что-то такое проморгали, и, не знаю, они сделали в соответствии с тем, что должны выглядеть. Называется ЛИКУЙ УРОТ. Ну, как бы урод – это когда светит прямо, и все правильно и хорошо. А ЛИКУЙ УРОТ – это искривление. Ну, тут, опять же, в виду не власти, конечно. Ну, да, конечно, да. Ну, поэтому даже здесь не урод, а мы урод, как бы, ну, все. Ну, да, вот через запятую уже написано – абсурд мухлат. Абсурд мухлат. Абсолютный абсурд. ВАХАДОМИМИНА БЕТУИМШИФАМИМ и тому подобное, тому подобные выражения, которые часто, и нам боим, которые часто хотят только скрыть ЛИКУЙ УРОТ АЛЬКФИРА БАШКАХА, скрыть отрицание управления и реальности Вышнего. ЛИКУЙ УРОТ ЕСИЛИЕ «Б där». – ЛИКУЙ УРОТ – это... – Я тоже не могу сообразить. – «Защитить...» – Покрыть, 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 покрыть. – То есть если человек вообще говорить, что все загадка, ничего невозможно понять, то, это, может быть, скрывает, что он отрицает, в принципе, в управлении, что, если есть какая-то управление реальности Вышнего, то должна быть какая-то логика. Да, но обрати внимание на вот этот глагол лохофот. Лохофот – это слово из современного еврейца тоже. Почему? Потому что когда солдат, например, бежит впереди и говорит другому «прикрой меня», это называется лохофот. И, например, в той же самой армии штаб, который управляет всем действием, называется хапак. Хапак – это, который прикрывает сзади. То есть вот это хипуй-хипуй – это именно прикрытие. В этом случае именно говорится о том, что это как бы прикрытие, хотя по-русски, на право сказать, оправдание. Но это лучше лохофот, это именно прикрытие. Замаскировать, может быть. Замаскировать, да, замаскировать, да. Когда человек говорит, что это понять невозможно, он как бы тем самым говорит, что в каком-то смысле божественного проведения нет. Почему? Потому что такие линии понять невозможно. А если понять невозможно, значит, оно в этот момент не существовало вообще. Нет его, понять его невозможно. Ну, так, наверное, да, такая логика. Хотя, да, это очень сильное высказывание, Рау, я согласен с этим, да. То есть когда человек так говорит, чтобы понять вообще невозможно, он вообще подвергает сомнению как бы управления всевышним историей в какой-то мере. Да, похоже, что так. Ну, я как бы от себя скажу, мне очень красиво то, что я говорю. И поскольку Рафф сам, значит, он дает объяснение, мы видим, что он сейчас будет как бы пытаться давать какое-то объяснение, он отбивает аргумент тех, которые могут ему говорить или говорят о том, что, послушай, нельзя давать объяснение тем вещам, которые непостижимы разума. Значит, поскольку он, да, дает объяснение, он говорит, что это неправильно. Мне кажется, Рафф как бы здесь такую среднюю линию выстраивает. Мы что-то объясняем, но при этом нельзя забывать, что это невозможно понять, да, что вот эта вот загадка, вот как раз исходя из книги Йова, да, когда, что там тот, кто себе окончательно объяснил, да, то потом придет Всевышний и скажет, ты говоришь глупость, да, это не очень правильно. Он очень деликатно или осторожно пытается пройтись, ну и поэтому, поэтому, в кавычках говорю, меня дико, у меня просто снесло крышу, когда я слышал людей, не как бы упоминая, кто, да, которые основывались на Раффе Шерке, они выдергивали потом одни из аргументов, которые будут провести, именно для того, чтобы представить четкое обоснование, раз, два, три, четыре, пять. И это сводило с ума, потому что это невозможно сделать. Когда Рафф дает такое предисловие и объясняет, и как бы это, что называется по-русски, кивоки, вообще говорит о том, что человеку, который настолько есть альтоксин и переживает козлогу, с ним вообще нельзя говорить на эту тему, понимаешь, тогда при всем этом есть какая-то возможность людям, которые все-таки отстранены или смогут отстраниться, понимаешь, они могут каким-то образом, значит, слушаться в то, что говорит Раффе. Но строить какую-то прямую логическую схему, как строили друзья этого самого Йова, это неправильно. Да нет, как раз наоборот, это неправильно. Он говорит, есть два типа постижения. Одно тип постижения – это на своей шкуре, ты это переживаешь, и это совсем не то, что требует логических объяснений, не тот ситуаций, в который можно приводить логические объяснения. С другой стороны, логические объяснения существуют. Они существуют для людей, которые верят во Всевышнего, верят в награду, наказание, верят в то, что существует цель у каких-то страданий. Иначе, если ты говоришь, что это вообще непостижимо, он сейчас только что нам сказал, если мы говорим, что это вообще непостижимо, это для тех, кто сильно переживает. На самом деле все постижимо. И разрушение храма – безумная трагедия еврейского народа. Мудрецы дали объяснение, такие объяснения всякие. Первый храм за это разрушил, второй за это. И много причин. Потому что мы должны понимать, что это не то, что приходит без причины. И вообще, в принципе, вопрос Агмуль, то есть это наградное наказание, это очень сложный вопрос, непростой. Но, безусловно, в иудаизме он существует, что не бывает такого, чтобы беспричинная вещь взялась, непостижимая. Есть для чего, есть почему. Это аксиоматика веры, потому что если так, человек, значит, приходит как бы без веры. И известная фраза распространенная о том, что на вопрос, где был Бог во время катастрофы, ответа Бога во время катастрофы не было. Если Бога не было во время катастрофы, значит, его вообще нет. Потому что он не должен быть или не быть. Я не понимаю, почему нужно сердиться на того, кто готов принять эти объяснения. Раф Ширкин их дает. Окей, ну хорошо, обеседаем. У меня есть что, но не важно. Но если, значит, для тебя эта травма еще, так сказать, очень свежая. И она для всех довольно свежая. Тем более, у кого есть родственники, которые погибли в катастрофе. И вообще, так сказать, это в отношении любой трагедии. Понимаешь, для тебя моя трагедия не близка. Ты можешь спокойно хихикать над ней. И говорить, ну тебе положено там. И не только ты, а там кто угодно. Ты это заслужила. Ну, наверное. Смотри, можно сказать вообще, по большому счету, что объяснения Равина, если не права в Ширке, вообще объяснения Равина нужны религиозному человеку, потому что ему не придется... И ему они нужны костыль, для того, чтобы он не придется свою веру. Потому что Равин боится, что его паства потеряет веру. Поэтому он должен... Конечно, они не хотят манипулировать паствой. Для этого он придумывает... Нет, я не говорю манипулировать. Это хорошее слово. Да, это необходимая вещь для человека геолога, чтобы все в мире не бывает просто так страданий. И что у всего есть причина. Конечно, неприятно, если кто-то к тебе придет и скажет, что ты сам виноват в том, что с тобой случилось. Раз, два, три, четыре. Я и сама понимаю, что раз, два, три, четыре. Но когда мне это говорят, я понимаю, что кроме этого есть еще какие-то другие причины, которые осознать может только тот человек, который с ней их переживал. И это два раза. Окей. Нельзя сказать, что он не прав. Он прав. И это необходимый пас. А потому что это переживание религиозного человека. Окей. Очень часто, я думаю, мы выступаем в обоих ролях. Мы ищем причины, ищем свою вину, или ищем свою ответственность, или ищем цель, для которой что-то такое с нами произошло. А в какой-то другой части души мы вообще ничего не ищем, а просто живем в том, что есть, переживаем контакт со Всевышним, исходя из нашего страдания. Это не с каждым, не с каждым, как сказать. Хорошо, давайте дальше прочитаем. У нас немножко есть времени, мы, может, успеем еще... Ну, вот как раз... Большой, но, может быть, успеем, да. Ну, может быть, хоть сколько-то успеем прочитать. Окей. Ты хочешь меня прочитать, Таратакбон? Нет, нет, тут еще остался один... А, остался слегка, да. Да-да. А, да. Баруши алейну легавина ташер и ралану. Понятно, что мы должны понять то, что произошло с нами. Тохки дейши немалетет навшейну, мин гапитуй ганегди. Для того, чтобы спасти свою душу от... Противоположного. Нет, одновременно с тем, то есть делать это, понимать, что с нами случилось, тох дей, одновременно как-то. Одновременно. Не, ну он правильно перевел, Андрей правильно перевел. Не впадать в другую крайность. Грубо говоря, не впадать в другую крайность. Да-да-да. Одновременно с этим не впадать в другую крайность. Да? Я вам сейчас все просто объясню. Я вам сейчас все просто объясню. Чтобы не впадать в другую крайность, поставлять объяснения на рынок идей по мере их… Как все, что взбредет в голову. Человек хочет объяснить это в его модели развития мира или божественного развития мира. Вот ему этот пазл очень хорошо впендюрить. Ты ногу сломал, потому что ходил налево, допустим, да? Да. Христианство, вот его окончательный этап, вот это понятно, что они стремились все время, вот они это сделали. Вот ложится хорошо в доктрину, он это дело вклеивает. Все. Насколько я понимаю, раб в данном месте говорит, что это неправильно. Окей. Нет, по-моему, в самом начале вот этого отрывка он сказал, что есть два типа людей, которым говорил вот эти два объяснения, раб Циевуда. Что одни, которые у них это живое переживание, да, и вот им как раз нужно говорить, что загадка. А есть те, которые уже на это смотрят как бы со стороны, да, либо которые, с которыми это не произошло. И вот им они готовы воспринимать какие-то логичные объяснения. Потому что полностью как бы отказаться от объяснения мы не можем. Он предостерегает нас в том, чтобы в поисках понимания мы не стремились к легким объяснениям. Так я понимаю его. Однозначным, я бы сказал, однозначным объяснением на рынке идей. Все. Человек говорит, у меня отличная идея, как объяснить катастрофу. Сейчас я вам быстренько все объясню. Вот поняли? Раз, два, три, четыре, пять. Вот я вам логически все объяснил. Нормально-нормально. А он говорит, так делать нельзя. Если это так, то я с этим согласен. Окей. Ну, хорошо. Некоторые подходят так и объяснения некоторым другим. То есть мы с тобой тоже сталкивались с людьми, которые тоже... Вот я вам сейчас объясню все, да? Да? И? Это всегда раздражает. Нормальный человек это раздражает. Особенно по отношению к... Ну, не знаю. Нет, я приведу. ...линиям такого уровня. Ну, мы же понимаем, что тоже у вас подход такой интересный. Вы говорите, одному подходит, другому подходит. Мы не находимся на психологическом психоанализе. Как это? Когда психиатр, он занимает... Человек приходит, человек говорит, у меня травма. Я не могу вообще там... Мне все время там груда трупов, костей и все прочее. Неважно, что он ему сказал. Неважно, человек прекратил это видеть. Поэтому он может ему сказать, послушай, увидишь, поверни налево и плюй. И все. И он у него пропадает. Сказано, правильно он сделал? Правильно. Потому что прошло. Но здесь же не в этом. Раф, мы же хотим... Нет, здесь не об этом, конечно. Здесь он говорит о двух способах. Он лицерах и нет. Для пользы дела он делит это на два типа людей. Но я думаю, что это относится к двум типам достижения и переваривания любой катастрофы, любой травмы. А есть логический путь. Есть путь внутреннего переживания. Просто когда человек это переживает. Приводит его к контакту с Богом. Это же не просто... Да, но вопрос в том, что... Вопрос, мне кажется, кардинальный действительно в том, что мы хотим. Мы хотим сказать, что разным людям подходит в разная письма. Значит, подходит. Но они как ложатся у них, ложатся на их структуру. Да, 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 да. Либо мы хотим найти... А по-настоящему-то что было? Ну хорошо, этому Васе скажи это, Пете скажи этому. Тому, кто страдал, скажи это. Потому что по-настоящему все это очень сложно. А, ну так может... Можно понять, если не разложить на множители. И каждому человеку видит только как... Как и вообще в жизни. Увидит только свою сторону. То, что ближе ему. Да, да, но Господь-то один, ну как бы предполагается. А жизнь такой... Поэтому мы молимся в миньяне, ты знаешь, да? Поэтому молимся в миньяне. Потому что ты должен признать, что и мой взгляд на мир, он легитимен. То есть не мой, я имею в виду других мужчин. Женщины, ладно. У них, да. Оставить женскую взглядом на мир, поэтому он убит. Нет, миньян это очень важно. Потому что каждый... Он лучше всех остальных знает, что думает Всевышний, как правильно мир устроен и так далее. И как с этими другими людьми он может молиться в одном миньяне. А как? Потому что он признает их право. И необходимость признавать их. Окей. А Кадыш Бруху он всех. Всевышний он для всех. И каждая точка зрения, она, как сказать, отражает какую-то его истину, часть истины. Окей. Ну, хорошо. Ну, давай, ладно. Ниша как муль. Да, это первое. Показание, что это награда наказания. Тора так молит. Это называется учение о награде наказания. Вот это слово я, честно говоря, не очень понял, когда читал. Эйма. Не знаю. Эйма. 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 Мне все-таки кажется, это слово эйма. 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 все равно так я не вижу что было как есть, все хорошо, да, зависит от того, что один из сотворенных объяснит его управление. И иногда говорят, что катастрофа была простым следствием тех грехов, которые накопились у народа Израиля в течение многих поколений. И в частности, тех поколений, которые были близки к катастрофе. В соответствии с этим подходом есть некоторая красная линия преступлений. И если народ Израиля переходит за эту линию, совершают слишком много преступлений. И тогда кончается терпение Всевышнего. И он задействует максимально суровость. Если так, то и во время катастрофы было удовлетворено, как бы, или она пришла для того, чтобы удовлетворить меру суда. По этой логике, да, по этой логике. У нас гораздо более страшная катастрофа, не дай бог. Если мы захотим ответить на этот подход, нужно будет сказать такие вещи. Алик, во-первых. Обратите внимание, пожалуйста, слегка, все слушающие. Вот сейчас идет некоторое резюме, перечисление. На мой взгляд, это очень важно. Обратите внимание на вот эти пять пунктов. Да, слегка. Ну да, я думаю, что это вполне допустимый анализ, потому что тот, кто хочет, так сказать, оправдать это грехами и вот при этом подходе, он хочет сказать, что все логично. И поэтому вполне законно задействует логику, чтобы поставить сложность на его мнение. Нет никакой логической пропорции между грехами народа Израиля и той страшной катастрофой, которая с ней произошла. Это второе. Большинство погибших были как раз из общин праведников в Израиле и среди них миллион двести тысяч детей. Третье. Паши умо от аула бевадай от смою термами паши из Смаэль. Убамиюхад элэн ше шитфу паула им цовсем. Цовсем. Зладеи других народов, они безусловно грешили гораздо больше чем Израиле, в особенности те, которые… Коллаборационисты. Ну они помогали… Коллаборационисты. Ну коллаборационисты, да. И, по-видимому, было бы логично, что на них обрушилась не менее тяжелая катастрофа, чем на народы Израиля. На евреях. Четвертое. И почему Всевышнему правлению пришло в голову именно в этом поколении устроить этот суд? А в других поколениях не случалось… Что ты делаешь? Отвлекаешь меня. Не, я хочу заложить это место, чтобы мы к концу доходим. Не сливал, не накладывал наказание на весь народ из-за грехов отдельных людей. Если ты скажешь, что из грехов предыдущих поколений на нас пришли эти несчастья. Из-за того, что это такое выражение, по-моему, русскому тоже есть, да? Да, да. Что отцы ели незрелое, а зубы детей… Заржавели. Нет. Притупились, притупились. На зубах оскомина это называется. Оскомина, да, во-во-во, искомина. То есть отцы ели боср, а не созревшие, а у детей оскомину набило. Нет такого выражения по-русски, но это из Танаха, да. Но набить оскомину такое есть, Андрей правильно сказал. Да, но это выражение просто тикхена. Вопрос в том, имеется в виду, что дети не должны быть наказаны за грехи отцу. И с точки зрения земного суда, и с точки зрения высшего суда тоже. Азыкар по суль еш бэгишаза, гу, одно, пятое. Но самое неприемлемое в этом подходе – гу, ше бэна махат шеур хуматошель юцер берешет. В уменьшение величия всевышнего творца мира. Бэа фихето ля хаж бонатай тантони – превращать его в мелочного… Бухгалтера. Похозный человек, знаешь, мелочными расчетами. Если кто-то нарушает его приказание, он тогда рассчитывается с тем, кто нарушает его… И что каждый грех все больше и больше его злит. Он вопросительное предложение – а что неужели весь мир находится в руках вот такой… Такой силы, такого подхода, такого характера. Без всякого исторического перспектива, скажем. Да. Взгляда. Да. В школе имена лигмольтов ленеймани были текнут в ленком… Ликнос. Да, Ликнос. Ликнос – это мэферап. Да. Вообще весь интерес его – это наградить… Палочника. Палочная дисциплина. Палочная дисциплина. Сделал грех – получи… Сделал два греха – получи… Нет, ну, вообще, все, что ему надо в этом мире – это, значит, награждать хороших и наказывать плохих. Да. Хотя само, честно говоря… Смотрите, у нас нет времени, сейчас начинается как бы следующее занятие. Само как бы вот сейчас маоф истории, как бы божественное проведение и маоф истории, как бы… Ну, хорошо, давайте на этом интересном месте закончим, потому что как бы сейчас… На следующей неделе давай тогда небольшую секунду сделаем. Да, хорошо. Небольшое, как так сказать… Введение итогов прошлого, чтобы вернуться в середине. Окей. Окей. Тогда всем спасибо. Мы начали очень сложную тему, но вот будем случайно осторожностью продвигаться. Сейчас урок Еврита, а в 21.15 делаю промо. У нас новостной экспресс Еврит. Новости дня. Пожалуйста, полчаса читаем заголовки. Кахамо приглашается в скобку, сказал. Все, ладно. Всем счастливо. Всем счастливо.